Привет всем моим зрителям и особенный привет моим подписчикам! Сегодня я хочу рассказать вам одну историю, которая произошла со мной, когда я была совсем еще молодой, когда мне было 18 лет. У каждого из нас есть какие-то свои скелеты в шкафу, и вот сегодня один из этих скелетов я хочу вытянуть, достать наружу и рассказать вам об этом, потому что реально только близкие и мои одногруппники и одноклассники примерно понимали, что со мной происходит в тот момент. А началась моя история с того, что я после 11 классов пошла учиться в университет, в Национальный университет водного хозяйства на платную форму обучения по специальности менеджмент организации. И так как я была деревенской девочкой, я впервые попала в большой город, и я впервые попала в среду одногруппников, которые были абсолютно разные, и было очень много городских девушек, конечно же. И на то время я была такая девочка из деревни, упитанная такая, ну, знаете, когда выросла на варениках картошки сали. И вот в таком виде я как бы поступила учиться в университет, и я начала немножко комплексовать, когда в своей группе было очень много, не только в группе, а и на потоке, очень много худеньких, приталенных девушек, на которых обращали внимание мальчики и все такое. И мало-помалу я начала вбивать себе в голову, что я полная, что я толстая, что мне надо меньше кушать, что я хочу тоже иметь такую тоненькую худую талию. Я жила в общежитии, я не жила где-то на квартире, я не жила своими родителями на момент обучения, я жила одна в общежитии с другими девчонками. Нас было в комнате трое, и двое из них опять же были такими стройненькими. И вот я в себе вбила в голову, что мне надо худеть. Я начала уменьшать дозы своего питания, при этом я очень хорошо училась, я очень много училась, очень много энергии в это вкладывала, потому что по жизни привыкла учиться, быть чуть ли не отличницей. И как бы получалось, что я энергии и сил вкладываю много, кушаю мало. И вот так через год я начала резко худеть. Сначала я сама не понимала, что происходит. Когда ты себя видишь каждый день, ты не особо видишь, что ты похудел, насколько ты похудел. Но когда меня начали встречать мои одноклассники, либо в деревне знакомые и родственники, либо так люди, которые меня много не видели, они говорили, а почему ты худеешь, что ты больная, что такое. А я этого не понимала. Родители тоже, ну, у них было, ну, девочка пошла учиться в город, она не могла позволить себе питаться уже так, как питалась дома, да, на родительских харчах. Ну, бывает, много учатся, немножко похудела, ничего страшного. И оно бы так, если бы мой вес начал вот на глазах таять. И поняла я, что со мной происходит что-то не то, что это уже выходит за какие-то рамки, когда с моим здоровьем начались проблемы. Я поступила на второй курс университета, и мне было очень сложно учиться. Я просто не могла поверить, что после лета моя память, она настолько ухудшилась, как и концентрация, как и возможность запоминать информацию. Вместе с этим появились проблемы с желудком, с кишечником, то есть пищеварительный тракт, он отказывался работать как надо. И в первую очередь я решила, что я просто заболела, вот что у меня что-то с кишечником не то, либо с желудком. И я пошла в больницу провериться. Ну, врачам, особенно в Украине, только дай себя, представь себя там, они сразу же займутся тобой и найдут тебе кучу диагнозов. В принципе, как и получилось, они там начали мне ставить абсолютно разные диагнозы, абсолютно не связанными с тем состоянием, в котором я была на тот момент. Но мне было 18 лет, и я не особо понимала, где правда, где ложь, и я не разбирала реальность. Родители мои тоже начали как бы уже бить тревогу и пользоваться советами абсолютно всех. И родственников, и друзей, и соседей, и врачей, и бабок, и целителей. В общем, ситуация была такая. Я не могла учиться. Что значит? У меня абсолютно не было концентрации. Я продолжала худеть. Вплоть до того, что у меня уже начали немножко отекать ноги. И когда мама отвела меня в диагностический центр, в ровно есть частный диагностический центр, мне сделали там обследование организма, врачи уже даже собрали консилиум, то есть заседание врачей по моему вопросу, потому что на тот момент смотреть уже на меня было невозможно. Я была ходячий скелет, я покажу фотографию, поставлю сейчас, где я весила на тот момент 48 килограмм. Это при своем росте метр семьдесят три. Когда до того, как я пошла учиться в университет, я весила 61 килограмм. Можете представить себе разницу, как за полтора года я похудела и во что это мне вылилось. На консилиуме врачей, врачиха одна из главных, сказала моей маме, что так у нее же уже вообще развелась анорексия, что это уже не шутки, что надо этот процесс быстро останавливать, но как его останавливать никто не понимал. Я вообще, я плохо соображала. Как бы ходишь, делаешь все, пытаешься учиться, но ничто нигде не идет. Память была вообще ужасная, но настолько ужасная, что я, это даже вернее не память, а концентрация, что я там положу где-то вещи, сразу же забываю, где она. Начну что-то учить, и абсолютно в голову ничего не лезет. И вот в таком состоянии я не смогла учиться. Первый семестр я как-то там еще доучилась, дала сессию, а на второй семестр уже методом взяток и совместных трудов и моих, и одногруппников, и родителей, я смогла только закончить этот учебный год. И я очень резко упала в своем обучении, то есть мои оценки, они стали намного ниже, потому что на первом курсе у меня были все четверки, пятерки, там четверок вообще очень мало, ну, если перевести, да, потому что там была система уже другая, но если простым языком, так вот. А на второй курс у меня с некоторых уже еле-еле мне делали засчитано, если это был какой-то там, какая-то дисциплина, где не ставилась оценка, а экзамены я с большим трудом поздавала на четверки. И было принято решение, что я беру академический отпуск в связи с своим здоровьем. И вот когда я взяла академический отпуск и поехала домой, мама, ну, папа, родители занялись вплотную моим здоровьем, а именно по максимуму кушала, по максимуму отдыхала, меня не переставали возить по разных врачах, целителях, экстрасенсах. Почему? Потому что мама, наверное, не особо понимала, что такое анорексия, что это я сама, можно так сказать, по своей глупости, по своему непониманию того, как надо худеть правильно, привела себя туда. И когда я была уже очень вот такая худая, да, с головой уже чуть ли не проблемы, ну, в плане не то, что сошла с ума, а то, что была умная девочка, а тут непонятно что, и как бы где-то и все уходит куда-то, мама испугалась. И, ну, а так как она жила всю жизнь в деревне, то, конечно, они меня возили по экстрасенсах, по бабках разных, потому что по бабкам, потому что, ну, и, конечно, когда мы приезжали к таким людям, они говорили, да, вас там сглаз, вас там порча, девочку надо спасать и все такое. И по больницам мы ходили, но нам такого никакого конкретного диагноза не ставили, да, просто похудение, надо больше кушать, надо витамины и все такое. Но вес не набирался. А потом, когда я уже поехала в частную клинику в Луцк, там была частная клиника Яна, да, потому что врачи их узвали Яна, я прошла там два курса иглоукалывания, плюс там я разные витамины, минералы мне пила одновременно, плюс мне вливали плазму крови, потому что, ну, плазму, заменитель крови, потому что, ну, надо было как-то быстрее вернуть в мой организм энергию и силы. И потихонечку, потихонечку за один год я отошла от всего этого и начала набирать вес. Уже через год смогла обратно пойти, поступить и учиться в университет. Правда, получилось, что я уже пошла учиться с другой группой, с другим потоком, но на ту же специальность. И поэтому получилось, что у меня есть две группы одногруппника и два потока, то есть двойное количество людей, с которыми я знакома за времен университета. Я рассказала эту историю для того, чтобы молодые девушки, прежде чем сесть на какую-то диету и решить, что вот они толстые, им надо худеть, задумались, что это может привести к не очень хорошим последствиям, и что это все дело должно быть всегда под контролем и делаться с умом, а не с фанатизмом. Потому что тогда, когда я уже была похудела, очень-очень похудела, да, понятно, я выглядела ужасно, на такую девушку тоже никогда бы не смотрел ни один мужчина, потому что это был реально скелет. Ролик данный был направлен на то, чтобы предупредить вас, и если вы страдаете вот таким синдромом, как сесть на диету, похудеть на килограммчик, если вы женщина, которая уже за 40, я более чем уверена, что вы будете делать это правильно. Но если вы девочка, которой 16, 18, 20, 25 лет, делайте это с умом, потому что порой это может до добра не довести. На этом, наверное, все. Спасибо, что были со мной, спасибо, что слушали этот душераздирающий рассказ. На самом деле я не могу сейчас передать все то, что переживала я, и переживали мои родители и ближайшие родственники, когда это со мной происходило, потому что это на самом деле было тяжело. И морально, и материально, и физически для моих родителей. Но все это прошло, и я не желаю никому, чтобы их ребенок попал в что-то подобное. При этом сам же ребенок привел к такой ситуации. На этом всем спасибо за просмотр, и пока-пока.